Всем привет и вы снова на канале Tesla Drive. Меня зовут Александр и это первый выпуск из серии обзоров на все модели Tesla. Обзоров снято огромное количество, но мы постараемся дать вам информацию непосредственно глазами владельца, который каждый день эксплуатирует автомобиль. Сегодня у нас на обзоре ESCO 2019 года самая дальнобойная из всех со 100 кВт батареей Long Range. Расскажем все о плюсах и минусах, сравним все модели Tesla, чтобы вы могли выбрать модель, которая подходит именно вам. Приятного просмотра, погнали! Итак, мы будем тестировать машины по нескольким параметрам и проставлять оценки от 1 до 5, где 5 наивысший балл внутри модельной линейки Tesla. Здесь мы не будем проставлять баллы за внешний вид, потому что у каждого свой вкус, а рассмотрим эксплуатационные показатели, такие как Свободное пространство внутри автомобиля и качество салона, объем и удобство багажника, мягкость подвески, управляемость, клиренс, запас хода, ускорение и торможение. Итак, давайте посмотрим на автомобиль снаружи. Данная модель выпускается с 2012 года. В 2016 году выпустили первый рестайлинг. И даже те автомобили, которые будут выпускаться в конце 2021 года, визуально ничем особо не будут отличаться. Снаружи обычный обыватель вряд ли отличит 2021 год от 2012. Кто не скажет о салоне и технологиях, которые далеко шагнули вперед. Впереди у нас красивая светодиодная оптика, которую не спутаешь ни с чем. Фары с подсветкой поворотов и автоматическим дальним светом. На Model S впервые реализованы выдвигающиеся ручки, которые впоследствии появились на Land Rover Velar и уже в этом году на Mercedes EQS. На первых моделях были проблемы с механизмом. Сейчас же все моменты устранены. И у нас в суровую зиму 2020 года с ручками проблем не возникало. Автомобиль имеет большое количество камер по кругу, которые помогут вам при движении задним ходом. Переместимся по внутрь автомобиля. Салон достаточно аскетичен, хотя применяются дорогие материалы, такие как кожа и дерево. Конечно, он уже немного устарел, ведь здесь применяются рычаги переключения и блок стеклоподъемников, как у Mercedes 164 кузова. Машина имеет два дисплея. Один это приборная панель, второй это дисплей управления по центру. Центральный дисплей огромен, но его вертикальное расположение, наверное, уже не актуально, так как намного удобнее пользоваться горизонтальным дисплеем, что они, в принципе, и поменяли в рестайлинге 2021 года. Но и по сей день такого огромного и качественного дисплея нет ни у одного производителя. На центральном дисплее выведены основные настройки автомобиля. Они стандартны для всех моделей, такие как режим вождения, рекуперация, управление светом, музыка и так далее. Сидения удобны, но, к сожалению, не предусмотрены функции вентиляции сидений. Достигнуть комфорта позволяет большое количество настроек, с помощью которых можно подстроить сидения под себя. А неограниченное количество памяти сидений позволяет ездить большому количеству водителей, сохраняя свои настройки. Руль достаточно большого размера, что не подразумевает агрессивного вождения. Органы управления на руле берут на себя функцию переключения основных показателей авто, часть которых можно дублировать на центральной панели. Огромная панорамная крыша – это приятный бунус. К сожалению, люк отсутствует, его нельзя заказать с 2016 года. Салон вместительный и на заднем ряду очень много места, так как нет центрального туннеля. Автомобиль имеет большой багажник с отсеком под полом, в который очень удобно складывать большие габаритные вещи. Потому что автомобиль все-таки не седан, а хэшбэк и дверь багажника открывается вместе с задним стеклом. Также имеется достаточно вместительный багажник спереди, в который спокойно поместятся пакеты с продуктами из супермаркета. Итак, давайте померяем клиренс. Мы взяли рулетку и замерим в самом нижнем положении. Здесь мы видим 12 сантиметров. А теперь мы подняли машину и замерим в самом высоком положении – 17 сантиметров. Подвеска мягкая, но немного валкая. Это не спортивный автомобиль. Это машина для комфортной езды, либо для людей, которые проводят много времени за рулем. Она не располагает в спортивной езде ввиду своего лежности. Многие сравнивают Эску с пятеркой BMW по габаритам. Но мы ее сравним с семеркой, и вы будете удивлены. Мы поставили параллельно машины, и вы можете убедиться, что габариты идентичны. Если посмотреть отсюда, смотрите, одинаково. Теперь обойдем назад. Здесь та же самая история. У кого больше пространства салона? Сравним эти две машины. Я сейчас буду регулировать сидение примерно так же, как и в Эске. Все, здесь мне комфортно. Мы сели назад и понимаем, что здесь комфортно. Примерно расстояние до колен 15 сантиметров. Но с комфортом присядут только два человека. Теперь сядем в Эску. Настроим точно так же сидение и руль, чтобы было комфортно сидеть. Сидя сзади, мы понимаем, что расстояние одинаковое. Но здесь мы можем расположиться втроем. Так как нет центрального туннеля. Два треща и один я. Теперь поговорим об ускорении. В нашем случае это Model S Long Range. Давайте замерим реальные цифры. Так как автомобиль весит более двух тонн, а тормозная система у него стандартная. То на больших скоростях при экстренном торможении автомобиль рыщет по дороге. Тормозная система не особо эффективна даже с учетом рекуперации двигателями. Замерим тормозной путь со 100 км в час и сравним его с бензиновыми аналогами. Поговорим про запас хода. Запас хода в данной модели впечатляет и составляет более 500 км. При обычной езде 500-550 км. При агрессивной езде минимум 350 км. Что довольно-таки много. В нашем первом выпуске мы рассмотрели Tesla Model S Long Range. И теперь давайте поставим ей оценки. Свободное пространство и качество салона 4,5. Объем и удобство багажников 5. Мягкость подвески 5. Управляемость 4. Клиренс 4. Запас хода на одном заряде 5. Ускорение и торможение по 4 балла. Стоимость нового автомобиля 89 тысяч евро. Такая же только 21 года рестайлинг. Мы сделали выводы, что данный автомобиль подходит для людей, которые ценят комфорт. А также она подходит для дальних поездок, ежедневной эксплуатации. Ускорения вполне достаточно, чтобы сделать на светофоре большинство бензиновых аналогов. Но при этом будет полностью гражданским автомобилем, который сможет эксплуатироваться ежедневно. В нашем парке постоянно присутствует полная линейка моделей Tesla, которые вы можете взять в аренду, либо в прокат. А также, выбрав свой автомобиль, вы можете заказать у нас. Мы привезем его с Америки, либо Европы в кратчайшие сроки. Это был канал Tesla Drive. Всем пока!